Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! И мы продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору. Потому что Тора это главное в жизни. Что еще может быть в жизни главного, кроме как Тора? Все, и сегодня у нас 20 марта. 20 марта, шалом! И мы находимся в недельной главе Шмени. Шмени это восьмая. Вот у меня почему-то не скачивается. Пытаюсь скачать. У меня не скачивается. Странно. Сейчас скачаем. Ничего. Значит, доброе утро из Одессы. Очень Всевышний в последнее время что-то очень сильно действует вне ожидания. Назовем это так, да? Обычно сейчас ну, я не говорю про то, что никто не ожидал войну. Вообще это жуть. Никому она не нужна. Но она есть. Весна. Что-то холодно, да? Вот Яков Шатанин знает, что в это время обычно жарко уже в Израиле. Сейчас холодина такая, что просто ну, очень холодно. В этот Пурим все ждали чудес, что сейчас будет прям перевернется все, что-то хорошее. И я помню вот прямо в Пурим погиб, умер Рафхайм Каневский. Это был самый великий человек в Торе в нашем поколении. И он умирает прямо в Пурим. В Пурим Иерусалимский. То есть после Пурима, который был 14-го числа, он умирает в Пурим Иерусалимский. То есть Всевышний нам еще и еще раз показывает, что мы не знаем, что будет. мы не знаем, что будет. И поэтому, если мы не знаем, что будет, то что? У нас есть два варианта. Первый вариант надеяться, что будет хорошо, намного лучше, чем мы думаем. Второй раз думать, что будет плохо, намного хуже, чем мы думаем. И третий вариант это не думать, как будет, а думать, как есть. То есть не жить в иллюзии будущего и прошлого, а жить в реальности настоящего. То есть это как бы очень понятный логический выбор в этой ситуации. Как когда читают Тору в Синагоде, когда вызывают Торе, говорят и вы, которые прилеплены к Богу Всесильному вашему, живете вы все, сегодня вы живете все. То есть получается, что вот это вот время аем, аем это сегодня, да, сегодня, сейчас, и осознание четкое, что не знает человек, что с ним будет завтра, ну, никак не знает, то есть в принципе, вот прям в принципе, в принципе не знает. И вот в этот момент, когда ты осознаешь аем, осознаешь сегодня, вот этот момент сейчас, и ты осознаешь неизвестное будущее, и ты понимаешь, что так как оно неизвестное, тут все твои попытки его организовать, они не более чем переключение мыслей в твоей голове. И в этот момент ты понимаешь, что будущее зависит только от того, что захочет творец мироздания, то есть есть Бог, который рулит всем мирозданием, тогда твое аем, твое сегодня будет посвящено тому, чтобы соединиться с творцом мироздания и быть с ним в резонансе, тогда даст Бог день, даст Бог пищу, да, дал Бог жизнь, даст Бог жизни дальше. Умас белых только рациона насыщает все живое, то, что ему нужно. Варахамавалькольмасавы, милосерден он на все свои создания. То есть, когда ты понимаешь, что вот Светлана говорит, сегодня его уволили, отлично, значит, он найдет лучшую работу. Вот у Светланы Карачевой сын сделал Бритмила, а его уволили. И прекрасно, потому что для того, чтобы открылись новые двери, нужно, чтобы закрылись старые двери. И когда ты понимаешь, что каждое событие в твоей жизни, это Всевышний тебе дает или подарок, или подсказку, или урок, или искупление какого-то прошлого проблемы, то ты отлично себя чувствуешь, что, смотрите, идет какая ситуация. Происходит что-то, что тебе доставляет страдания, да, и ты думаешь, если ты думаешь, что ты знаешь все, то ты думаешь, что да, мне доставило страдания, вот, например, там, да, сына уволили. Ну, на первый взгляд, это страшно, с другой стороны, Всевышний дал ему работу, сейчас Всевышний работу забрал, для того, чтобы дать новую работу. То есть, это факт. Но, теперь надо проверить, вот здесь написано, очень нам четко дана схема, прям конкретнейшая схема нам дана. Если к человеку пришли страдания, вот он испытывает страдания, вот ему не нравится, вот реально, какая-то ситуация ему не нравится, вот что-то ему не нравится, тогда нам говорит Тора, прям конкретно трактат Брахот, Ифашвешбе Маасав, проверить свои дела. То есть, первым делом нужно проверить свои дела. Может быть, я что, это же я сделал, то есть, все, что я получаю, это плоды моих рук, да, то есть, это как изначальная, изначальная установка, базовая установка Торы, что все, что человек получает, это следствие его поступков, решений, действий вчерашних. Хорошо. Значит, если мне доставляет страдания что-то, Ифашвешбе Маасав проверит свои дела. Проверяем свои дела, берем какой-то свой поступок, который, не поступок, ситуацию, в которой у вас есть страдания, и спрашиваете, а что я сделал в этой ситуации, как я в нее зашел, как я повел себя, как я сделал, как я сделал. Проверили свои дела, и обычно человек же, он в своем глазу не видит бревно, а в чужом видит царинку. Значит, он смотрит, значит, получается, на свои дела и говорит, я вообще отлично обвел себя, просто вообще идеально. То есть, я даже не хочу сейчас на себя смотреть, на свои дела, потому что, понятное дело, что проблема не во мне. Так, так, естественно, думает человек. Проходит, Тора говорит тогда, секундочку, если ты думаешь, что проблема не в тебе, если ты фиш-феш, если ты проверил свои дела и не нашел, значит, мало учил Торы. Что это значит? Когда человек оценивает какие-то, какие-то свои поступки, то он оценивает их, исходя из какой-то системы координат. Он оценивает по системе координат, что такое хорошо, что такое плохо, что такое правильно, что такое неправильно. Я недавно совсем встретил своего знакомого, который 20 лет назад не мог жениться. И когда я его спрашивал, почему ты не можешь жениться, он мне говорил, что потому, что, говорит, я веду себя как настоящий мужчина. Что это значит? Спросил я его. Он говорит, это значит, что если что-то не так, вот что-то она мне не так повела, не так сказала, не так посмотрела, сразу по роже. и он не мог долго он не мог жениться, я потом его не видел последние лет 5, и вот я его встретил буквально 2 дня назад, говорю, как дела? Он говорит, все отлично, слава Богу, все хорошо. Я говорю, ну ты женился? Он говорит, женился, все, двое детей уже, женат. Я так обрадовался, но я вот не спросил у него, изменилось ли его вот это убеждение, что как правильно надо поступать женщинами, или не изменилось? Я не спросил этот момент, но может даже найду его и спрошу. То есть, когда человек проверяет свои дела, он проверяет их, исходя из какой-то системы координат, как правильно надо поступать, и обычно он подстраивает свою систему координат под свой поступок, то есть для того, чтобы не видеть в своем глазу бревно, ему нужно все свои поступки объяснить так, что он правильно поступил. Поэтому система координат у людей очень-очень дипкая, да, то есть можно всегда проверять ее, когда ты оцениваешь свой поступок, или там, вот оцениваешь свой поступок, да, нужно покрутить и сказать, а если бы кто-то так поступил со мной, если бы кто-то там сделал бы то, что сделал я, как бы я отреагировал, да? Или когда мы говорим, что вот другой человек был неправ, спросить, а я так же поступаю, и когда я так поступаю, я тоже говорю, что я неправ, или же, что я все-таки считаю, что если я так поступаю, так я прав, но если кто-то не поступает, то он неправ. То есть, человек оценивает и действует, исходя из какой-то торы, по которой он живет, потому что торы, это переводится учение, мы все живем по какому-то учению, мы все живем по каким-то правилам, которые, которые, вот тут вот момент, вот смотрите, какой важный момент, если ты живешь точно по торе, и пришли какие-то страдания, то тогда ты, по торе же ты знаешь, что это твоя где-то ошибка, и если ты не находишь эту ошибку, ты, значит, мало учил торы, опять же, это твоя ошибка, то есть по торе ответственность за все, что происходит в жизни, оно на человеке, и даже если, даже если, даже если ты понимаешь, что, например, я очень вспоминаю историю, Равицка-Зильбер рассказывал, он сидел в тюрьме вообще, да, три года он отсидел в тюрьме за то, что хотел помочь, там, он всегда хотел только помогать людям, и только там за свое добро отсидел он три года в тюрьме, и когда, когда он потом приехал в Израиль в 70-е годы, он с 50-го по 53-й отсидел в тюрьме три года, в 70-е годы он приехал в Израиль, и когда он сидел с одним великим праведником, Рыбницкий Рэбе, и они сидели, а тот тоже прошел такие ужасы, там, вообще ужасные, и они сидели и говорят, да, говорят, сейчас у нас таких заповедей, такого служения Всевышнему нет, как было там в Советском Союзе, вот там мы служили, в Бемесерут-Нефеш, когда каждое действие, оно было с риском для жизни, и тогда это были такие заповеди, что просто, ну, то есть, невероятные, а сейчас все нам легко, все нам легко дается, живем здесь спокойненько, все, то есть, когда, когда для человека верующего, для него приходит какая-то, какая-то проблемная в жизни ситуация, тоже он рассказывал, как они ночью переносили там святые книги, из одного места в другое, и тот, с тем он переносил книги, он упал, разбил колено до крови, и начал танцевать, Рафзельберг спрашивает, а чего ты танцуешь? Он говорит, я сейчас занимался святым делом, выполнял заповедь, и сейчас я пострадал, да, то есть, значит, я искупил какие-то, это точно мне не наказание за что-то, а это точно я искупил сейчас какие-то мои сложные, какие-то там прошлые грехи, какие-то и так далее, все же на небо я чистый пойду. Что получается? Получается, что верующий, религиозный человек, он живет все время в таком контакте со Всевышним, и ему всегда хорошо, то есть, по идее, это и показывает, показывает, что он по-настоящему верующий, что ему всегда хорошо, а если ему не хорошо, это значит, или он где-то ошибается, нарушает волю Всевышнего, или он не знает волю Всевышнего и живет в этот момент, выпадает из вот этого контакта со Всевышним, то есть, любое ощущение, что тебе нехорошо и страдания, оно само по себе показывает, что есть какой-то сбой, как боль показывает, что где-то есть болезнь, ведь боль, это же подарок Всевышнего, то есть, боль показывает, что есть болезнь, и ты с помощью не было бы этой боли, люди бы умирали бы, вот так вот, просто бы, ну, вообще, в течение там года-двух, болит, 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 а он не чувствует, бах, умер, понятно, да? То есть, получается, что и неприятности, это тоже подарок Всевышнего, это подарок Всевышнего, который при правильном его использовании, он может дать невероятный свет, невероятную близость ко Всевышнему и добро. Но это, это высокий уровень веры, это высокий уровень веры, когда ты реально понимаешь, что все от Всевышнего, он хочет тебе только добра, ты не беспокоишься о будущем, ты полностью вкладываешь свое внимание в настоящее и через события, вот когда ты во внимании здесь находишься, и ищешь во всем близость ко Всевышнему, то ты ее находишь, находишь ее вообще в любой точке. Теперь, сегодня мы изучаем недельная глава Шмени, книга Ваикра, недельный раздел Шмени, значит, «И было на восьмой день, позвал Моше Аарона с его сыновей и старешин Израиля». Значит, вообще восьмой день, восьмой день в иудаизме, он очень является, цифра восемь является очень значимой, да, откуда мы это знаем, делается обрезание на восьмой день, да, то есть восьмерка это как переход, как бесконечность, да, переход в бесконечность, переход в новую реальность. То есть, если там семь дней, это семь дней творения, то восьмерка, это уже выход за эти семь дней творения, то есть восьмерочка, это такая, выход в духовную безграничную реальность, в бесконечность. И интересно, что сам знак восьмерки, он такой бесконечность. Теперь на восьмой день, семь дней, Мушарабейну, он служил в Мешкане, в передвижном храме и готовил Аарона и сыновей к служению. То есть, мы отсюда взяли очень важный урок для себя, что для того, чтобы человек перешел на следующий уровень в духовности, ему обязательно нужен проводник, кто-то, кто его включит, активирует. Это очень важная такая вещь. И вот сегодня, сейчас же, сегодня, вот сейчас, после этого мы едем на похороны, как раз начинается в 12 часов, где-то через 2 часа начинаются похороны. Умер сегодня, не сегодня, он умер перед шаббатом, в пятницу. умер самый великий человек в Торе, Равхаем Каневский, нашего поколения. И Равхаем Каневский, это просто был, ну, невероятный человек, который каждый год заканчивал всю Тору, Вавилонский Талмуд, Иерусалимский Талмуд. И, ну, то есть, это человек, который вот все время, он был в изучении Торы, и 4 часа примерно в день он занимался помощью людям, минутка за день. То есть, у него в дом, всегда, он жил все время в одной квартирке, в маленькой, я был у него в квартире когда-то лет 20 назад, уже почти. Маленькая, вот он в одной комнате, он сидел, учился, и люди заходили, такая старая лестница, деревянная такая дверь, как вот 50-х годов, и заходили к нему в комнату, и он сидел, принимал, с каждым он разговаривал, каждому давал какой-то совет, благословение, и люди выходили, проходили через спальню, в которой он спал, такая деревянная старая кровать, и все такое очень старое, потому что он полностью был привязан ко Всевышнему. Сегодня на похороны ожидают миллион человек, миллион человек придет к нему на похороны, можете себе представить, жизнь, когда человек не выходил практически, он выходил только в синагогу и возвращался, и столько сделал пользы и добра людям, потому что миллион человек сейчас с плачем придут к нему на похороны, проводить его в последний путь и проститься с, это называется, сар, как царь, как министр, можно сказать, торы, что он был как раз вот этим вот сосредоточением всей торы, которая вот в этом мире была, то есть он как бы соединял в своей голове и в своей душе, он соединял всю тору, которая есть в этом мире, со Всевышним. Это очень такая, вот если представить, как, знаете, есть в мире какие-то сервера, какие-то особые, да, вот мы сейчас с вами общаемся, мы общаемся через какой-то сервер, от меня идет сигнал, он идет через какие-то эти, есть какой-то фейсбук, какой-то сервер, и вот, если этот сервер выключить, то весь мир там, какая-то часть мира лишится фейсбука, потом перераспределять на другие сервера, понятное дело, сигнал, и опять появится фейсбук, все опять будет, но если вырубить сейчас главный сервер, то на какое-то время, на какое-то время пойдут сбои, вот сейчас главный, если так можно сказать, главный сервер связи мира, всего мира со Всевышним, он, он сейчас отключился, да, буквально вот в эту, в эту пятницу, и сейчас миллион человек пойдут, его провожать последний путь, говорят, что те, кто идут на провожать, вот на, это называется, Алвоя, да, ну, провожать последний путь вот такого человека, то на них, на каждого по чуть-чуть распределяется, вот это вот распределяется, это духовная сила, которая раньше шла через него, представляете, так что мы сейчас поедем тоже, проводить его в последний путь, без ратушем, с Божьей помощью, и, значит, возвращаемся к недельной главе, прошло семь дней, когда Мушарабейну готовил Аарона и его сыновей к тому, что они начнут служить, и вот наступил восьмой день, когда уже Аарон, первосвященник, должен был служить сам, и сказал ему, воемар эль аарон, сказал он Аарону, как лха эгель бен бакар, возьми себе бычка, бычка возьми себе, лехатат, это будет очистительная жертва, вэ аль льола, и возьми себе барана, жертва всесожжения, значит, тмимим, вэ акре влефне ашем, чтобы они были тмимим, чтобы они были без изъяна, и приблизи их, то есть принеси в жертву их перед Богом. Теперь интересно, возьми себе для себя тельца, говорит нам Уснатора, что это было сообщить, что Бог посредством этого тельца дарует ему искупление за совершенное им золотым тельцом, то есть отсюда мы видим, что Бог простил Аарона, Аарон, вот этот же грех золотого тельца, это был для него вообще, он не знал, что там будет, то есть это был его грех неосознанный, и вот тут очень важная вещь, что практически все наши грехи, ну большинство, 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 они неосознанные, то есть человек не хочет грешить, он в душе, он любит, каждый человек нормальный, любит Всевышнего в душе, и он не хочет грешить, но из-за того, что у нас голова запрограммирована неправильно, и часто мы ошибаемся, то происходят вот эти вот ошибки, грех это как сумасшествие, это не выполнять то, что Бог это добро, это любовь, и он дал нам чистые, прямые, классные законы, и когда человек не идет по этим законам, то он в статусе сумасшедшего, у него помутнение разума, и значит вот здесь, когда Аарон, вся эта ситуация была золотым тельцом, он не хотел делать золотого тельца, то есть это было вообще однозначно не его желание, не его намерение, но так получилась вся эта ситуация, мы видим, что мир разворачивается многовекторно, то есть были те, кто колдуны вышли из Египта, были люди, которые хотели, тоже они все с лучшими намерениями, дай нам кого-то, кто будет вместо Муша идти, видели они Маосе, Меркава, то есть они видели, как устроен вот этот вот духовный мир, и там был действительно трон Всевышнего, а там четыре животных на этом троне, и был там телец, они видели тельца, Всевышний сказал, что буду с вами говорить через Крувима, Крувимы это ангелы, которые были на ковчеге, и Аарон, он был более высокого уровня пророк, чем поднялись весь народ, и он видел именно этих Крувим, это выше там на троне они, то есть это уже такая Ашгаха Пратит, это индивидуальное проведение, и он думал, что выйдут Крувимы, в итоге получился золотой телец, и вот здесь как раз мы видим, что он ему говорит, возьми себе золотого молодого тельца, и сделай из него очистительную жертву, то есть есть возможность искупить любой грех, человек, который грешит, он ошибается прежде всего интеллектуально, и раскаяние это тоже интеллектуальный процесс, и когда ты начинаешь исследовать свои поступки, то есть боль и страдания тебе сигнализируют, что есть проблема, есть болезнь, ты начинаешь искренне, честно раскручивать назад всю эту историю, доходишь до корня, где ты ошибся, и исправляешь этот корень, то оп, происходит искупление, и все прощается, вот так вот работает шува, раскаяние, и мы видим, что Всевышний, даже Аарона, первосвященника, даже за такой серьезный грех, как золотой телец, он его взял, вот так вот просто и простил, и он потом служил, первосвященник, он заходил, когда в святая святых, если в нем был хоть капелька греха, он умирал сразу, он сгорал, поэтому мы видим, что Всевышний простил Аарона, и нас простит, если мы где-то ошибались, только нужно понять, где мы ошибаемся, и наша искупительная жертва, это просто раскаяние, мы говорим Всевышний, он все понял, был неправ, ошибся, и тут нас Всевышний проверяет, такой же ситуации, показывает нам другого человека, и мы когда говорим, другой сделал точно так же, мы говорим, ух, он сделал, вот за это надо наказывать, Всевышний говорит, все, видишь как, не прошел испытание, потому что ты, то, что ты сам делал, тебя надо простить, а другого ты прощать не хочешь, проверочку не прошел, и вторая проверочка, он тебе дает такую же, такую же ситуацию, и ждет, как ты в ней поступишь, и если ты в этой же ситуации поступил уже по-новому, тогда это настоящее раскаяние, то есть настоящее раскаяние, если ты в такой же ситуации, в это же время, точно в таких же обстоятельствах, уже поступил по-новому, все, и других надо судить, очень быть адвокатом для других, как мы обычные адвокаты для себя, нужно быть точно так же адвокатом для других, да, понимаю, как нам мудрецы сказали в Перте, а вот не суди ближнего, пока не попадешь на его место, То есть все время нужно понять, что у него есть какие-то, он не понял, не знал, и так ошибся. Как себя мы все время говорим. Ну что, всегда же есть на себя оправдание. Все, всем хорошего дня, чтобы наступил мир, чтобы все злодеи раскаялись. Те, кто не раскаются, чтобы их зло быстрее их накрыло, потому что то зло, которое человек производит, оно на него возвращается. Если он раскаивается, то он останавливается, он перестает быть злодеем. Но если он не перестает быть злодеем, то чтобы быстрее их зло их накрыло, и злодеи исчезли. Все, всем удачи, успехов, а всем добрым, хорошим людям здоровья, счастья, успехов, благополучия, любви и мира. Мира в душе, мира в семье, мира в мире. Все, счастливо, пока.